Уже пара давления заднилась. Он на шутку. Рассердился. Сердиться Александру Смородникову не на что. Пойти в армию 19-летний Амурчанин хотел давно. Служба родине говорит, для него не долг, а отдых. Профессию я получал строительный эксплуатационник газонефтепровода в Тюмени. Потом решил отдохнуть чуть-чуть от учебы и приехал сюда для прохождения военной комиссии. С армией это у тебя отдых что ли? Ну да. Я считаю как отдыхом от учебы. После медкомиссии новобранцам показывают кино. Только военно-патриотическое. Тем, кто уже сегодня отправится в военной части, выдают форму. Призывник Николай Полтавченко дизайнер по специальности. Армейскую одежду оценил с профессиональной точки зрения. По качеству ткани надо будет со временем определиться, как она себя ведет. Если честно, мне кажется, форма старого образца, она красивее. Она сидит лучше, у нее плечи, она держит форму. Начиная с этого призыва новобранцам выдают утепленные берцы, более широкий ремень, а на смену хлопчатобумажному пришло белье из трикотажа. Естественно, сейчас теплее, наверное, потому что теплое белье. Ну, как раньше офицеры получали теплое белье, сейчас у солдат то же самое. Теплое белье и нательное белье. Оно облегает именно по фигуре и такое демисезонное и теплое белье. И в нем удобнее солдату ходить. Но некоторые детали солдатской одежды не изменились. Например, все так же приходится пришивать белый подворотничок. Призывники делают это сами. Сейчас на областном сборном пункте более 70 новобранцев. Ежедневно приходят новые, а со вторника по пятницу их отправляют в военные части. Все служат в этом призыве, направленные в основном только на территорию Восточного военного округа. Это от Улан-Удэя заканчивая Камчаткой. А в области много остается? Достаточно много в области остается. Примерно 40% останется служить в области. В осеннюю призывную кампанию пополнить армейские ряды должно около 1000 амурчан. 70% уже несут службу. Остальных отправят в военные части до конца декабря. Атон Сервонников, Черных, Альфа Новости.